Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! В этот раз мы изготовим небольшой паяльный фен по эскизам, который вы видите на экране. Для реализации проекта нам понадобятся материалы и детали, которые наверняка найдутся в закромах радиолюбителя. Для нагнетания воздуха в нагревательный элемент феном я предлагаю использовать 40-мм вентилятор от компьютера. Чтобы провод питания не оторвался от печатной платы мотора, его нужно повторно просунуть в узел крепления. Если изготовить нагревательный элемент из толстой нехромовой проволоки диаметром 0,8-1,5 мм, то можно будет отказаться от изготовления слюдяного каркаса, удерживающего спираль нагревателя. Спираль же можно изготовить, намотав проволоку на трубку подходящего диаметра, предварительно просунув один из выводов внутрь трубки. У меня такой трубки не нашлось, поэтому я просто намотал провод на металлический прутик, а потом ввернул центральный провод внутрь спирали. Для этого пришлось сначала раздвинуть витки спирали, а потом сдвинуть их обратно. Для корпуса нагревателя у меня тоже не нашлось подходящей трубки, и я ее позаимствовал у 10-ваттного резистора типа S5-5. Чтобы освободить трубку от внутренности, я спилил напильником один из ее закатанных краев. Не стоит использовать в качестве корпуса нагревателя керамику или кварцевое стекло. Лучше выбрать сталь или на худой конец какой-нибудь цветной металл. Металл, в отличие от стекла и керамики, не боится резких перепадов температур и не рассыплется при случайном попадании флюса или смывки на поверхность трубки. Правда, металлический корпус придется изолировать от нагревательного элемента с помощью слюды или стеклоткани. Воздуховод мы вырежем из жести от консервной банки. Я использовал стальную консервную банку с толщиной стенки 0,3 мм. Чтобы в месте крепления нагревателя воздуховод не перегревался, нагреватель нужно отделить от узла крепления несколькими слоями стеклоткани. Ручку фена изготовим из цилиндра 5-граммового одноразового шприца. Кабель соединим со спиралью нагревателя с помощью электротехнических клеммников. Они бывают разной конструкции, но их внутренности отличаются мало. В латунной части этой арматуры нужно будет просверлить насквозь одно из резьбовых отверстий. Если в нем прорезать резьбу, то собирать фен станет проще. А теперь приступим к изготовлению фена. Сразу замечу, что самой сложной деталью этой конструкции является воздуховод, соединяющий вентилятор с трубкой нагревателя. Воздуховод мы будем изготавливать с помощью прилагающегося чертежа его развертки. Скачать этот чертеж можно перейдя по ссылке вверху экрана. Распечатанную на принтере развертку приклеим к жести от консервной банки, клеем момент или ему подобным. Накерним отверстие, подложив под заготовку какую-нибудь массивную болванку, чтобы не деформировать жесть. Вырежем заготовку по контуру. Просверлим отверстие сначала тонким сверлом, а потом рассверлим под диаметр используемого крепежа. Большое отверстие для кабеля можно просверлить с помощью сверла с заточкой цифенбор. У нас сегодня холодно и я не стал использовать сверлильный станок, который стоит на балконе. Произведем гибку заготовки по пунктирным линиям. Сделать это можно с помощью какого-нибудь шаблончика или узкогубцев. При желании можно пропаять стыки, соединить их заклепками или герметизировать силиконовым клеем. Хотя геометрия развертки обеспечивает жесткость конструкции воздуховода и без дополнительных креплений. После изгиба всех плоскостей бумагу можно удалить с помощью ацетона. И наконец приступим к окончательной сборке. Закрепим на воздуховоде ручку с помощью винтов М3, как было показано на эскизе. Соберем нагревательный элемент. Для этого сначала изготовим сопло из шайбы М5, чтобы обеспечить правильную форму воздушного потока. Ставим в трубку нагревателя сопло и прижмем его свернутым в трубку листком слюды или стеклоткани. Затем ставим в корпус нагревателя спираль. Намотаем на трубку несколько слоев стеклоткани в качестве теплоизоляции. Ставим нагревательный элемент в воздуховод так, чтобы концы спирали попали в отверстия клеммников. Закрепим нагреватель с помощью винта М2. Зафиксируем концы спирали в гнездах клеммников. Проденем кабели вентилятора и нагревателя сквозь ручку фена. Закрепим концы кабеля нагревателя с помощью гаек М3. Заглушим отверстия в ручке кусочком поролона. Установим вентилятор в воздуховод и закрепим его винтами М2. Заглушим штатные крепежные отверстия в вентиляторе поролоном или пористой резиной. Вот что у нас получилось. Теперь можно приступить к испытаниям. Включим сначала вентилятор, а затем нагревательный элемент, а не наоборот. Приплой плавится и это уже хороший знак. С помощью листа бумаги проконтролируем форму воздушной струи. Установить требуемую температуру воздушного потока можно с помощью термопара электронного термометра. Хотя можно ориентироваться и по цвету свечения нагревательного элемента, если заглянуть в сопло фена. Как видите, температура воздушного потока превышает 500 градусов Цельсия. А сейчас я попытаюсь демонтировать несколько радиодеталей из печатной платы. Раньше я это делал с помощью медицинской иглы, сплава розе или специальных насадок для паяльника. Но теперь у меня появится возможность упростить этот процесс. Я впервые осуществляю демонтаж радиодеталей с помощью фена, но уже чувствую, что тут бы мог пригодиться и более крупный девайс. Конструкция которого уже зреет в моей голове. Если вас интересуют подробные технические данные этой самоделки, пройдите по ссылке вверху экрана. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...